И поставим, сейчас нам договоримся, не переживайте. Я возьму его с собой, мало ли пригодится. Сотом, что производитель этого продажа? Здравствуйте. Я Андрей. Дмитрий, очень приятно. Друзья, всем привет! На данный момент 10 ноября 2018 года, и есть подозрение, что этот видеоролик будет с огоньком, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Даю вам вводные данные. Ко мне обратилась одна из акционеров нашего канала, которая говорит, помоги, пожалуйста, купить автомобиль за наличный расчет. И вот сейчас моделируйте ситуацию каждый под себя. Что она попросила? Mazda CX-5, 2 литра, Supreme, пакет третий, либо пятый. Это практически топовая версия автомобиля. На данный момент такой автомобиль стоит с третьим пакетом 2 миллиона 125 тысяч рублей. Цены поднялись. А с пятым пакетом стоит и вовсе 2 миллиона 250 тысяч рублей. Так вот, я начал обзванивать всех дилеров, все как обычно. Захожу на официальный сайт, смотрю, кто там у нас есть. Но я их уже всех в принципе знаю, прозваниваю и сталкиваюсь в такой ситуации, что на CX-5 скидок не хотят давать вообще никаких. И самое главное, что машин практически нет. Здесь сделаю маленькую оговорочку. Вот в стране кризис. CX-5 в базовых комплектациях делают со скидками, и машины есть. Туповые версии, реально жирные, которые более 2 миллионов рублей, машин нету, либо же они все уже расписаны, приезжает тачка, на нее навешивают допов в кучу и говорят, вот либо так покупаешь, либо никак. Так вот, каждый из нас бережет свое время, никто не хочет кататься впустую под дилером, а именно это они предлагают, мол, приезжайте к нам в салон, садитесь и будем договариваться. Все скидки, все это будет сугубо индивидуально. Я вам неоднократно говорил, что не тратьте на это свое время, обо всем можно всегда договариваться по телефону. Когда я обычно ищу машину, то есть я создаю некий чек-лист и начинаю прозванивать, так, дилер, есть машина в наличии? Есть. Готов отдавать со скидкой? Если сразу говорит, нет, ребят, в этом месяце никаких скидок мы делать не будем, я ставлю на нем галочку, чтобы понятно отработали, идем дальше. Но бывают такие ситуации, когда человек говорит, будут скидки, все сделаем, вот 100%, ему говоришь то, что смотри, на наличный расчет, никаких доп. оборудования покупать не будем, никакого страхования делать не будем. Вот смоделируйте ситуацию на себя. И он говорит, да, 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 приезжайте, садитесь, будем общаться, будем договариваться. Вот звоним сейчас менеджеру по продажам и послушаем, что он нам скажет по телефону. Алло, здрасте. Это вот Дмитрий, мы с вами созванивались, точнее с вашим коллегой по поводу ЦХ5. А он вас вообще в курс делать-то водил, что за наличный расчет покупать будем, что приедем, там, обещал скидку сделать. А в чем проблема там? Ну, не знаю, просто уточняю, в курсе вы, не в курсе ситуации-то, ехать, не ехать, я просто готов подъехать к вам сейчас и подоговариваться. Ну, вы подъезжайте, там руководитель на месте, у меня просто сейчас пока нет, и постоймите, сейчас там договоримся, не переживайте. Не переживайте, все, спасибо большое, еду, спасибо. Давай. Вот про это Автомир на Варшавке. Одни коллеги говорят то, что, блин, сто процентов мне дадут что-то нереальное, потому что все сейчас на машины накидывают доп. оборудование. Почему и с чем вообще это связано? Этим летом на заводе в Японии был потоп, и, соответственно, двигатели, король, как я понял, поехали с запозданием, и, соответственно, образовался некий такой дефицит на автомобиле. Многим звонишь сейчас, то есть машина либо в ближайшей поставке, либо машина очень мало, а спрос на автомобили есть, всех откупить тачку, особенно всех откупить в стране кризис, да, машина, которая более 2 миллионов рублей, можно найти базовые версии, и на них реальных сделают скидку, вот она стоит, пожалуй, ждет тебя, приезжай, забирай. Но базовые никто не хочет почему-то, все хотят тачки очень жирные. Ладно, не будем размазать кашу по тарелке, поехали, посмотрим, что нам выдаст дилер. В общем, мы с вами на месте, стабилизатор я отключаю, микрофоны все свои я оставляю здесь. Вот он, Мазда Автомир. Друзья, давайте пока что не будем забегать вперед, пойдем послушаем, что скажет менеджер, мало ли, они сейчас действительно сделают очень крутое предложение, и это прям будет хороший рекламный ролик для них. Я на самом деле человек не конфликтный, мне вообще не хотелось бы, чтобы сейчас начались какие-то качели, знаешь, с камерой там бегать, тыкать, снимать. Я возьму ее с собой, мало ли пригодится. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все прошло гладко. Звонился я с вашим менеджером, ну, в случайном порядке, Николай. И как бы Николай бил в грудь то, что вот если вы приедете, у меня от руководителя делал продаж, очень хороший человек, и мы вот для вас делаем прямо вот самое крутое предложение. Я ему 10 раз сказал, говорю, Николай, за наличный расчет, ни допов там, ничего, как бы денег нету, как бы хотим маленько сэкономить, покупаем машину жене. Вот. Он говорит, все, решим, приезжайте, я вас жду. Четыре раза звонил, соответственно, я понял, что он готов, и я приехал к вам. Я понял. Отдать машину без всякого дополнительного оборудования, без всего, прайс, вот за эти деньги 2,25,600. Здесь навязывание всего. А скидка, подарок, резина? Нет, резина там не проходит, потому что... А можно вашего руководителя увидеть? Не, конечно. Вы подъезжаете, там руководитель на месте, меня просто сейчас пока нет. И постарайтесь, сейчас нам договоримся, не переживайте. И постарайтесь, сейчас нам договоримся, не переживайте. Наконец-то поводитель его продаж, пожалуйста. Здравствуйте. Я Андрей. Дмитрий, я очень приятно. Как вас, Андрей? Андрей. Андрей, можете пояснить ситуацию? Вот смотрите, я позвонил вашему в салон. У вас есть менеджер Николай. Я ему объяснил, что хочу купить у вас автомобиль, и все обозначил. Я ему ясно дал понять, что я хочу купить автомобиль за наличный расчет. Хочу привезти, положить вам денег и забрать машину. вы все слышали ваш менеджер николай звонил мне четыре раза и приглашал меня в салон с предлогом того то что то есть я приеду то вы как руководитель поддела продаж и он как менеджер постараются сделать классное предложение сделают либо скидку либо резину возможно рассмотрит в подарок он естественно я на него говорить не буду он не говорю что мы с вами сто процентов подарил но мне сто процентов говорю что если я приеду то вы сделаете какую-то скидку вот я потратил на вас время я к вам приехал в итоге выходит ваш коллега и говорит то что 2 125 600 без скидки у нас дмитрий меня зовут дело в том что там продавцы когда общаются с клиентами по телефону они видят базу у нас база лучше идет не только на наш салон на все салоны mazda идет склад по этому складу нам раз в неделю логисты высыпают автомобили которые необходимо продать в карте более в кратчайшие сроки поэтому когда они общаются с клиентом они ориентируются по наличию на данный момент но где-то обычная практика то есть он смотрит и понимает да там есть автомобиль допустим какой-то конкретный до который можно по дисконту хорошему продать но поэтому он вам и звонить если бы такой машины не было вряд ли там 4 я не понял ответа вы говорите я услышал машину почему получится так что николай вам говорил по стоимости по одной до что можно будет рассмотреть сейчас в итоге получается немножко по другое потому что возможно тот автомобиль который николай хотел вам предложение сделать его либо забронировали либо продали нет этого не было я звонил вашим коллегам он стоит в автомобиле в другом салоне у них с птс наличие какой димитровка и дмитровка а этот их там 500 машины может быть абсолютно одинаковый автомобиль с разными номерами понимаете просто у какого-то простой там 90 дней у кого-то 20 вот конкретно за которым я к вам приехал про который мы говорим он один единственный у них там стоит я сейчас не могу сказать про какой николай говорил потому что николай здесь нету я окажем клиенту лету до того момента пока давайте позвоним никого спросим в чем там говорил нам сейчас требуется что николай говорила или все-таки мы хотим требуется разобраться просто не так почему я кому-то еду временно растрачу свое лично получалось такте что мы по телефону одно а на деле совсем другое может не только по телефону сказать тоже скидок он не сделает то что то есть прайс приезжайте забирайте за прайс в чем была сложность не могу сказать вам сейчас вы как руководителя отдела можете пообщаться с сотрудником искать его то что зачем он время людей тратит как руководитель я вам сейчас могу лучше подобрать какую-то машину посмотреть что мы можем сделать мне кажется для вас это более интересно нежели разбираться для меня было интересно к вам приехать и услышать какой-то интерес предложение серии скидка либо там подарок и зима для вас какой давайте посчитаем автомобиль вот этот вот я был бы очень счастлива спон у него подарил бы мне зимнюю резину либо же сделал какую-то прямую скидку а не так то что мы приезжаем то машина вы сейчас мы говорим про автомобиль 225 600 до плюс комплект зимних колес правильно я понимаю не колеса резину резины но все верно я вас понял давайте сделаем следующим образом на данную машину мне надо будет согласовать я так правильно понимаю вы сейчас там предоплату поставить не готовы будете готовы будете только по решению если вы дадите хорошее предложение я звоню своей супруге говорю и вот автомобиль пожалуйста она сейчас продает машину если ее также устраивает ваш предложение будет супер она сейчас приедет там в течение часа 2 оставим вам я так понимаю что у вас есть машина она не подходит вам по трагинам с удовольствием вы скинули получить дополнительный скид потому что она была в собственности одну неделю я понял 15 минут дайте резина сейчас пообщаемся да либо это будет сто процентов подарок резины давайте я подожду и вы скажете что вы 70 вы 30 вот так ну как бы все равно компромисс найдем я буду очень рад хорошо самое время сделать резюме нашей встречи вот полтора часа личного времени который я потратил салоне у дилера коту под хвост вот казалось бы придумали телефон для чего чтобы не делать лишних тела движений позвонил по телефону ну даже по-честному ясно понять что то есть наличка у вас есть машина мы готовы дать вам наличку я хочу получить вашу машину со скидкой либо с каким-то подарком не покупая доп оборудования не делаю вас никаких страховок ничего хорошо приезжайте в салоне у нас все будет классно либо подарок либо доп какой не обещаю ну что нибудь мы точно сделаем скидочку либо подарочек приезжаем салон как он сказал смотрите вот все вы посмотрели да после я уже не стал это записывать общаясь с руководителем отдела продаж я говорю ну вот зачем ваш менеджер так сделал как он его оправдывать начал возможно есть такой же автомобиль или был был такой же автомобиль схожий прям точно такая же комплектация цвет все но его уже продали позвонил туда где стоит автомобиль о котором мы говорили говорю может быть такое что от вас было две машины схожих да нет конечно одна она стоит и ждет своего покупателя соответственно пытается знаешь что что-нибудь приезжайте садитесь может рейдынчик рассмотрим давайте рассмотрим говорю то что есть машина у нас 2009 года все условия называю ну 250 тысяч мы за нее в лучшем случае дадим хотя завтра за ней приедет человек закупку забирать его за 300 тысяч в руки какая дополнительная скидка 35 тысяч то есть 285 тысяч опять же пятнашка в сторону остается у них ну вот скидка вам будет пожалуйста берите вот о чем я говорю друзья не тратьте ваше время восемь дилеров там еще условно по москве можно кататься вот так вот два дня ездить слушать хотя некоторые прямо говорят то что за наличный расчет мы либо вообще ничего не сделаем либо там в лучшем случае 5000 и все вот это по-честному а это нафига блин приезжайте 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 приехал и вы каждый можете оказаться на этом месте это ну ладно я еще выбрал дилер который под боку мне ехать у него было 15 минут а вот так представлять кто-то с области едет полтора-два часа времени пока доедешь расход на бензин и дорогу ну и так далее полдня своего рабочего потратишь даже выходного на хрена это надо поэтому всем менеджерам хочу передать пламенный привет будьте честнее я прекрасно понимаю что вас руководители ваши заставляют заманивать народ в салон что так проще договариваться так проще людям продавать машины но когда вам звонят по-честному что ребята наличка и больше ничего будьте добры сказать прямо отвали ну мягко да просто мягенько отвали и все им все будут счастливы никто не будет ваше время тратить не вы не будете тратить время людей друзья обязательно подписывайтесь на канал я считаю что эти ролики полезные потому что они когда в первую очередь ваше время осерегайтесь обманов если вдруг вы куда-то вляпались пишите обязательно чем смогу всегда помогу ставьте лайки ставьте дизлайки высказывайте ваше мнение в комментариях до скорых встреч всем пока пока